доброе утро кто маме нервы трепета с утра пораньше кирюша уже до садика дошли истерика у нас началась пошли домой водичку пить вернулись домой водичку пить давай руку ты жук-паук понятно ты чё нервы делаешь с утра говорила собираемся идем садик и и и и и и и и всем огромный привет давно вы не виделись с вами так мы недели две наверное болели у нас было холодно свежо сейчас у нас снова лето снова жаришка так утром отвела кирюху утром там мне немножко нервы помотал завезли папу на работу и с марком два занятия от занимались в городе сейчас мы вот уже подходим к машине так мы решили сейчас поехать в зоомагазин купить пару рыбок потому что у нас что-то их меньше стало сегодня нужно поменять воду в аквариуме и как раз новых рыбешек купим как раз не так далеко есть зоомагазин как раз корм тоже для рыбок заканчивается надо купить жарко градусов 30 окошки все открыли прям вообще духота у нас не работает кондиционер поэтому довольствуемся тем что есть открытые окна заехали в один магазин как обычно там закрыта сам магазин зоомар работает а именно где рыбок продают там такой большой выбор он постоянно закрыт немножко покружляли по светофорам и приехали сюда купили две рыбки зеленого барбусы взяли и какой-то голубой барбус без полосочек две рыбки 300 рублей в общем вот так и корм взяли все поехали теперь за картошкой в общем вот Маркуш, улыбка? Улыбка. Улыбка. Тебе приставь улыбку. Так, мы заехали. Строительный. Мне хочется кое-что посмотреть здесь. Че почем. Доставай. Тяни, аккуратно, не разлей. Держи крепко. Ну, все, бери, пей. По чуть-чуть. Все, пойдем. Все. Давай, на место ставим будем. Все, закрываем. Пахнет. Пахнет? Заправили машинку? Закрывай. Давай, помощник. Время пол второго мы наконец-то добрались домой. Заехали в фикс прайс, который у нас открылся. Ходили, выбирали, выбирали. Ребенок захотел в туалет. Побежали искать туалет. Короче, время много потратили. Короче, что мы купили. Пачку салфеток большую, вот такую только голубую, оставила в машине. Щетки нам с мужем поменять. Одну упаковочку себе взяла. Салфеток в сумку кинуть. Взяла вот этот вот гель. Гель для стирки. Да ну, ё-моё. Вот как я невнимательно. Быстрее, быстрее. Стояла рядом кондиционер. Я снова перепутала. Ладно, будем стирать, значит, гелем. Я прочитала. Универсальный. Рядом стоял с ароматом лаванды. Ладно, придётся. Потом ещё зайти, купить ополаскиватель для одежды. Ладно, гель для стирки. Надо его хоть понюхать, как он пахнет, слушайте. Какой приятный аромат нежный, слушайте. И 255 рублей за сколько здесь литров? Сколько литров? 3 литра, слушайте. Нормально, попробуй. Мне, кстати, вот эта вот фирма понравилась в фикс прайсе. Так. Средство для унитаза универсальное. Гель вот этот последнее время беру удобно. С помпочкой 100 рублей. Какой-то АУС новый взяла тоже с помпочкой. Это вообще закончилось. Средство даже посуду нечем мыть, знаете, если посудомойка там забита. Ватные диски взяла. Водичку сейчас холодненькую на прогулку возьмём. И взяла новые кружечки. Вот такие вот выбрала. Симпатичные. Я хотела 6 штук, но там они все-таки, знаете, бракованные. И в итоге выбрала самые лучшие. Вот такие вот нежно-зелёненькие, нежно-розовые. 4 штучки взяла, в принципе. И за это всё мы заплатили 1355 рублей. Мы зашли домой. Я сейчас поменяю рыбкам воду, потому что уже, смотрите, сколько испарилось. Хотела купить тернецы, но не было. Как я сказала, один зоомагазин был закрыт. Второй зоомагазин, там почему-то не было тернецы в этот раз. Были розовые только, но у нас розовых достаточно. Поэтому я купила барбусов. Один зелёный и один какой-то новый вид без полосочек. Барбус голубой. Но мне что-то он зелёным тоже отдаёт. У нас вот барбус типа а-ля тернецы, но это барбус красный вот такой вот. Короче, сейчас поменяем быстро воду, запустим их. А то я хотела сразу идти на велосипеде с Марком кататься. А потом вспомнила, что там рыбы в машине лежат. Думаю, сейчас они у нас там сварят. Своём же 33 градуса. Вообще такая жарень. Марк у меня кушает супчик. Кстати, вот эти вот салфеточки по 59 рублей тоже покупала в фикс прайсе. Там ещё розовые были, тоже нежно-зелёные. Но уже, кстати, разобрали их. Хотела, думала докупить ещё, но нету. Я выбросила клеёнку, сняла пока скатерть, постирала. Что-то мне прям подбешивает эта клеёнка. Не могу ничего подобрать на стол. Пока, в общем, у нас вот так вот. Так, я сейчас арбузиком хочу перекусить холодненьким. Всем приятного аппетита, кто кушает во время просмотра. Так, с темаськой нашим, который вон лежит, всё хорошо, да? Ну, нормально. Нормально, нормально. Подлечиваем, лекарства даём. Так, смотрите, какую я покупала красоту. Это гортензия. Вот я не знаю, она клумбовая или она всё-таки квартирная. Но она стала у меня вон как-то вянуть. Листья тоже пожухли, хотя она у меня политая. Не знаю, может, кто-то когда-то покупал. Я покупала её в магните. Напишите вообще, как вообще ухаживать за ней, как её вообще спасти. Ну, здесь прям листочки вон растут. Не знаю, посмотрим, что будет. Отдала, конечно, я за неё 800 рублей. Но что-то она меня вот расстроила из-за того, что она начала так резко жухнуть. Прям вот все листья подвяли. Но я не удержалась. Такая красота прям. Класс. Ладно, всё. Меньше слов, больше дел. Всё. Поменяла я водичку по-быстрому. Чуть-чуть не хватило. Потом долью. Так плохо у нас вот этот фильтр работает. Слабоватенький. Сюда бы побольше. Хотела купить живые водоросли. Но, честно скажу, самые дешёвые 300 рублей. Я, честно скажу, пожалела денег. Потому что, я помню, мы когда-то купили, и они у нас пропали. И там были слишком большие такие прям для нашего аквариума. Прям пушистые. И так у нас очень много рыбок. Так, и ещё соседка вот что из цветов дала мне каланхое. Она когда-то мне предлагала, я отказалась. А потом сама вот подпросила, когда Кирюхе лечила нос. Не знаю уже, чем ему лечить нос. В интернете вот прочитала. Делала сок каланхое, закапывала. Думала, он у меня прочихается, чтобы вот эта забитость у него вышла. Потому что сморкаться не умеет. Но в итоге ничего нам не помогло. Он буквально два раза чихнул, и всё. Так, мы уже собрались. Обуваемся. И выходим. Марк уже у меня вышел. Поедем на велосипеде. Я вот такая вот красивая дама. На улице просто вообще настоящее лето. Жарень. Воздух прям горячий-горячий. 33 градуса машина показывает. Сейчас бы, честно скажу, на озеро бы с удовольствием поехала, позагорала. Но пока нет такой возможности. Марк уже прям получше катается. Уже и на двухколёсном самокате научился. Прям вообще гоняет. Садись, поехали. Что ты застрял? Садись. Давай. На пробежки давно не ходила. Наверное, уже больше двух недель. То холодно было, дожди. То заболели у меня нос, не дышал. Сейчас как-то некогда. Давай, по кругу проезжай и выезжай оттуда. Тогда в итоге сейчас не бегаю я. Я, к сожалению, застрял. Вроде бы так быстро едет с горки. А где-нибудь застрянет, не может. Мама, да, на помощь должна идти. Поворачивай налево. Я бы сейчас занималась делами, которых у меня очень много. Мне нужно приготовить первое и второе. Мне нужно попылесосить, полы помыть. Дома, честно скажу, бардак. Утром никто даже постели не заправил. Все уехали, все валяется. Постирать светлые вещи нужно. А время уже три часа. Сейчас мы вышли, потому что Марк меня просил очень покататься на велосипеде. Мы вчера к папе на работу ездили. У коллеги был день рождения. Жарили шашлыки. Мы на шашлыки попали. И там еще велосипед стоял. Без страховочных колесиков. Марк просил, давай покатаемся. На велосипеде, на велосипеде. В итоге приехали домой. И захотел покататься. Поэтому пришлось идти. Такой небольшой кружочек сделали. И сейчас в Магнит надо кое-какие продукты купить. И пойдем заниматься домашними делами. Снова покупочки. В Магните купила хлеб, бананы, сырки. Четыре штучки. Курица, мочалка, кетчуп Хайнс и сметанка. Сейчас у меня по плану включаю наушники. И в ускоренном темпе готовлю кушать. Потому что время уже полчетвертого. Пока вроде чуть-чуть прошлись. Пока в магазин. Пока на Валберис еще зашли. В итоге уже столько времени. Надо сейчас по-быстрому, по-быстрому успеть все сделать. А я, честно скажу, очень устала. Я бы прилегла и кофейка бы еще выпила бы. А потом полежала бы. Так, из продуктов на Валберис заказала нутсы. Две упаковки. Маркушки он уже насыпала. Очень вкусные безглютеновые чипсики. Прям вообще огонь. Обожаю. Вот эти вот зелень. Юлук зелень. Вяленые томаты. Вот базилик. И сырные. Это самые вкусные. Там еще много других есть вкусов. Так, и заказала вафельки безглютена. Байты. Здесь прям их очень много. Сколько штук я что-то не помню. Короче, большая такая выгодная упаковка. В магазине одна вафелька стоит сейчас 85 рублей. Или даже 89. Одно время они были по скидке в магните. Вот такие. Одного вкуса заказала. В итоге на Валбересе одна вафелька, если вы так оптом заказываете, выходит там 49 рублей или что-то, или 46. В общем, намного выгоднее, чем купить в магазине. Марк обожает эти вафли, поэтому я вот заказала побольше. Еще я забрала одежду. Но покажу вам ее чуть-чуть позже во влоге. Я тут, кстати, пока мы отсутствовали, я варенье абрикосовое сварила, показывала в инстаграме деткам отдельно и нам. Такое, правда, темненькое у меня получилось. Я не супер прям знаток вот по варенью, да, хозяйка. Ну, взяла вот немножко абрикосок, 4 баночки нам вот получилось на то убрать. И деткам я 3 баночки маленькие сделала. Коротко о нашей погоде на севере. Была жара, светило ясно солнце, дышать нечем, воздух горячий. Сейчас резко, пока я готовила кушать, поднялся ветер, затянуло небо, скорее всего, будет сейчас дождь. Сегодня у меня вообще загруженный день. Честно скажу, устала, нереально поясница болит. Я прям согнутая немножко стою. Думаю, позвоню мужу, узнаю, когда его забирать примерно, чтобы, знаете, время рассчитывать. Потому что он последнее время поздно всегда задерживается. Он говорит, так можешь уже ехать. Я думаю, ё-моё, у меня бардак на кухне, да убиралась. Посудомойка у меня с чистой посудой, надо разгрузить. Грязная после готовки в мойке стоит. Так немножко здесь на кухне убралась. Успела только постирать стирку. Сейчас с сушилки скину вещи, сухие в кучу, развешу стирку. И быстренько бежим за Кирюхой и едем за мужем. Короче, я сегодня вот дома успела только сварить вермишевелевый суп, а не борщ. Потому что я не купила капусту. И у меня уже не было времени бежать за капустой. Короче, на скорую руку. Вот дотушивается у меня картошка с куриной грудкой. Надо на эту сковородку купить крышку в размер, заказать на Валберест. Потому что маловато я со старой сковородки. Короче, сегодня у меня просто сумасшедший день. Просто погода вообще. Как вот добежать до машины? Обалдеть можно. Ну и погода у нас просто вообще. Маркушку оставила в машине. Мы к садику подъехали, чтобы не мочился. За Кирюхой побежала, кофточки им одела. В машине душно. Машина нагрелась. Окна не откроешь, потому что дождь идет. И прям вообще духота. Я прям мокрая вся сижу. Прям ужас. Едем за папой. Время половина. В общем, мы тут за полчаса справились. Сегодня, кстати, 5 июля. И сегодня ровно год, как я получила права. Уже год. Обалдеть. В общем, сегодня вот так наш день прошел. Что, мой хороший. Мы еще и в пробку попали. Как бы здесь не должно быть пробки. Чаще всего в начале города. Как бы мы еще в город не заехали, но пробочка. Скорее всего, авария. Вчера тоже была авария по этой дороге. КамАЗ с Нивой врезались. Посмотрим, что будет. Самые умные повстречки. Надо же обогнать. Стоять мы не хотим. Ну, тянемся, посмотрим. Прям забрали мы папу с работы. Я говорю, садись, едь ты. Мы 35 минут тащились в пробки. Я подумала, что, может, авария какая-то. Но нет, это просто час пик. Смотрите, сколько машин. Обалдеть. Мальчишки уже устали. Дышать нечем. В машине прям тухотень. У нас утро следующего дня. Кирюху отвела в садик, вернулась домой. Думаю, сейчас мужа проведу и буду заниматься своими делами. Но утро у нас не задалось. Мужа прихватила спину. Даже не спину, а вот где поясница, боковая мышца. Прям вот в тонусе, в спазме. Прям нереально ему было больно. Хорошо знакомый работает на скорой. И он пришел. Уколы ему в вену, в ягодицу сделал. Сказал, что надо купить. Вот я поехала даже в домашней одежде. Поехала в аптеку. На 1800 купила лекарств. Уколов. Буду ему сама делать уколы. Там еще себе взяла, то обезболивающую, то валерьяночку. То малыма, витаминки. Вот 1800 рублей минус. Короче, как-то так. Утро у нас не задалось. Немножко планы все мои нарушились. Уже 10 часов. Марку быстро завтрак приготовила. Вот поехала в аптеку. Сейчас приеду, буду уборкой заниматься. Короче, муж сегодня дома остался. Отменил всех клиентов. Хотя работы было очень много. Как-то, знаете, ни с того ни с сего. Он встал нормально. Умылся. А потом резко как прихватила. Спины больные. Что у мужа, что у меня. Ну, может так вообще. Одно я ему... Знаете, редко, но метко. Как схватит, что в итоге приходится уколы колоть. В итоге я уже научилась и уколы колоть, и мужу, и моркухи тоже кололы. Ладно, все. Поехала домой заниматься делами. Пол двенадцатого. Мы решили с Марком выйти прогуляться, покататься. Давай, крути. Педали в маминой кепке. Голова растет. Кепки маленькие все. Две, которые как раз в стирке лежат. Прогулялись по нашему поселочку. Кружочек. Идем уже в сторону дома. Будем заниматься уже точно домашними делами. У нас стирка. Полы надо попылесосить. Хорошенько прям хочу с хлоркой их намыть. Что еще? Ну и так убраться. Папа наш уснул. Поэтому мы решили пройтись, чтобы ему дома там не мешать. Короче, как-то так. Огромная куча одежды на диване. Сейчас будем делать обзор. Очень хотела поехать погулять по торговому центру. Одна. Сейчас сезон распродаж летних начался. Думала, детишкам одежду купить. Но физически я не могу. Кирюха еще ладно в садике. А Марк постоянно со мной. Не очень удобно с ним, конечно. Поэтому приняла решение заказать все на Валберес. И знаете, я не пожалела. Мы зашли в магазин посмотреть костюм, который я заказала на Валберес. Думаю, сколько же он там стоит. И в итоге в магазине костюм обошелся где-то больше двух тысяч. Где-то две двести. Вот так вот. А на Валбересе этот же костюм мне обошелся примерно в тысячу рублей. Плюс-минус. И тут я поняла, что в магазине вроде бы и написано, что скидки распродажи, но ценник намного больше. Поэтому тот же магазин Gloria Jeans, там, я не знаю, Остин, Модис. Вон у меня лежит футболка. Все магазины, которые у нас в торговых центрах, они все присутствуют на Валберес. И там реально дешевле. Как я пуховик зимой заказывала в магазине 12, к примеру, да, он там стоил. На Валберес на две тысячи дешевле. Короче, был шопинг у меня на Валберес. Так что давайте сделаем обзорчик. Еще не все пришло, еще жду. Давайте начнем с одежды для мужа. Муж у меня работает на СТО. Специально вот эти комбинезоны, там, да, спецодежду он не носит. Мы ему покупаем вот такую спецодежду. Черные штаны. Ему очень нравится вот эта модель. Джогеры с карманом. Внизу вот здесь вот идет резинка. Материал такой вот, ну, а-ля джинс, да, хлопок даже, мне кажется, это как такой прям плотный-плотный хлопок такой по джинсу. Их надолго хватает, в принципе, вот в прошлом году я ему покупала на год, ему, в принципе, хватило. Две пары беру, чтобы чередовать, да, одним в стирку забирает, вторых ходит. Реально их хватает надолго, по качеству нормально. Только в прошлом году я заказывала по 670 где-то рублей примерно. В этом году самые дешевые я вот в его размере нашла 900 рублей. Пока одни заказала, чтобы проверить по размеру, по качеству, надо будет еще одни заказать. В принципе, нормальные штаны. Дальше еще заказываю ему водолазочки хлопковые, да, сейчас они называются. Лонг слив. Заказала первый раз вот такую вот в черном цвете. Ну, главное читать отзывы и ориентироваться по отзывам, да, по размеру. В этот раз взяла вот 50. Первый раз у этого продавца брала. Всегда надо брать, мне кажется, с манжетами, потому что лонг сливы, вот эти водолазки, которые мы брали без манжетов, это просто одноразовые, ты их постирал, они подпрыгивают, вот здесь вот подпрыгивают кверху, садятся прям, и в итоге не водолазка, а, знаете, распашонка. Растянулась, подпрыгнула, короче, села. Надо брать, вот мы понялись, только с манжетами. Я всегда заказываю ему с длинным рукавом, мужу так удобно, руки не так пачкаются, да, ну, чтобы тело там мыться-то негде, уже домой, чтобы более чистым приезжать. И заказала еще в синем цвете, что-то мне не нравится картинка, мне кажется, как-то пересвечивает немножко цвет, высветляет. Муж говорил, хочу черные только, но я заказала синюю, говорит, ладно, давай. Была просто хорошая цена, я у этого продавца уже заказывала много раз тоже с манжетом. Она была за 280 рублей, оставалась в одном размере, в одном цвете, поэтому вот сделали на нее скидку, я вот заказала 280 рублей, здесь уже 48 размер, хотя они по размеру вот одинаковые, я их притулила, в общем, спецодежда такая. Дальше, мужу заказала трусишки, да, Кирюха, правда, порвал коробку, я обалдела просто от качества и от цены. Во-первых, такая прикольная коробка, да, ну, естественно, что это подделка, а не оригинал, это та Михаил Фейгер у нас вот. Много оригинальных, кстати, есть вещей, родители нам присылали, у мальчишек, у меня кепки, футболочки, но я вам скажу, качество прям реально огонь. У мужа есть оригинальные, и я скажу, ничем не хуже от этих. Короче, 5 боксеров, да, за 600 рублей, 600 рублей за нормальные хлопковые трусишки, прям вообще класс. Заказала, муж заценил, мне тоже понравилось. Во-первых, коробка такая, знаете, на 23 февраля, как подарок. Там разные есть, и Nike написано, и Kelvin Klein, и что хотите, в общем. Нормальные, но опять же надо ориентироваться по отзывам, потому что мало мерят. Муж у меня 48-й носит, и я ему заказывала 2XL, 2XL заказывала, ориентировалась по отзывам. Очень хорошие, смотрите, вот изнанка, да, сделана, как бы, ну, нормально, ну, вот здесь чуть-чуть ниточка торчит. А так, ну, реально всё хорошо сделано. Здесь вот двойная часть идёт. Так, чёрные, синие, нормальные, слушайте, девочки, для своих любимых мужчин, мне кажется, прям вообще огонь. В красном цвете, более такие молодёжные, без всяких вот этих вот старческих рисуночков, знаете. Смотрите, даже вот подросткам, если поменьше, слушайте, размер брать, прям вообще отличные трусы за 600 рублей. В магазине одни будут рублей 300, как минимум стоит. Прям вот это, прям вообще огонь, мне прям понравилось. Дальше, я заказала себе водолазки. Заказала прям про запас. Увидела водолазку хлопковую, чёрную, мне нужна была, у меня нет такой базовой. Думаю, дай закажу. Ещё цена такая была прикольная, 280 рублей. Думаю, возьму-ка я себе такой овальный вырез у неё. Я не ожидала, что будет такое качество. Вот эта у мужа, она более вот, ну, хлопок такой, обычный хлопок. А здесь уже идёт хлопок трикотажный, вот хороший такой материал, вот как я для пошива нижнего белья беру, да. Кулирка получается такая вот, прям хорошая трикотажная ткань. Внутри вот смотрите, как обработана горловина. Прям реально хорошая водолазка. Я взяла в размере М, на меня она прям, ну, в обтяжку, да, но мне прям понравилось, как она сидит на мне. Грудь у меня небольшая, маленькая, учитывая, что я ношу топы, а не лифы, да. Если у кого грудь побольше, то тогда нужно, и кто носит там лиф с поролоном, тогда лучше взять размер L, чтобы она чуть-чуть вот растянулась, да. И, короче, я не удержалась, думаю, за такую цену дай закажу себе ещё две, пусть они лежат на прозапас, да, на будущее, там, на пробежке зимой под, там, пайточку, да, пододеть. Заказала ещё две, я их даже не распаковывала, тоже в размере М, только ещё была скидка, то ли 214, то ли 240 рублей я уже заплатила. Короче, классные три водолазки себе заказала за такую цену, прям вот реально рекомендую. Жалко, что мне за обзор этот никто не заплатит. Так, дальше носки, ой, рассыпала всё. Заказала носочки мальчишкам, обычные хлопковые. Скажу так, если там где-то в кроссовке одевать, да, после пару раз под обувь они чуть-чуть вот скатываются катушками. Ну, учитывая такой ценник, 300 рублей за 12 пар, это вообще просто, ну, копейки, да. В магазине одни носки будут стоить рублей 50, а здесь 12 за 300 рублей. Как раз мне хорошо по 6 штук мальчишкам я разделила, и по размеру они прям нормально подходят. Здесь тёмно-серые, синие, чёрные были, мы уже их забрали, белые, светло-серые и нежно-голубенькие. И на Марка, в принципе, они подошли, и на Марка они так чуть-чуть, знаете, более как укороченный носочек смотрится. На Кирилла более свободно. В общем, нормальные носки прям мне понравились. На лето, знаете, учитывая, что пачкается всё, быстро носки затягиваются. Второй раз заказываю себе именно упаковку носков. Первый раз я заказывала, ну, наверное, только у другого продавца было, не помню сколько, короче, чёрные, белые и серые были. В итоге я поняла, что я всё-таки ношу более белые носки мне, да, до души. В итоге заказала огромную упаковку, не помню сколько здесь, то ли 10, то ли 12 пар. 12 пар, тоже 300, там, может, плюс-минус рублей я заплатила за эти носки. Нормальные носки, они быстро затягиваются, пачкаются, поэтому как бы и не жалко, да. Потаскал пару раз и выбросил для детей. Футболочки. Кирюхе заказываю пока 110 размер, он у нас такой худенький. А Марку заказываю одежду 128, а вот футболки я брала 122, да, чтобы они не прям уж огромными казались. В магазине, наверное, футболки вот эти вот рублей 500-600 стоят. На Валберис я их заказала, вот все вот эти футболки, плюс-минус там 250 рублей, ну, 270-240, вот так вот, да, было. Заказала две бежевые футболки одинаковые, это Gloria jeans, Кирюшки поменьше и Марку. Свекровь начала покупать мальчишкам одинаковые вещи, и мне прям так нравится, когда они одинаково одеты, поэтому я вот тоже им заказываю что-то одинаковое. Хотя, думаешь, так, если Кирюха будет донашивать после Марка там, да, какие-нибудь вещички, то будет казаться, что он ходит постоянно в одном и том же. Короче, у нас есть бежевые шортики, вот такие вот, и я под эти шортики заказала вот эти вот бежевые футболочки. В принципе, вот так вот, думаю, нормально смотрится. Так, дальше. Кирюшки заказала черную вот такую вот футболку, тоже 110 Ростовочка, Gloria jeans, классное такое качество. Думаю, закажу-ка я и Марку такую. В итоге, все, что по скидкам, разгребают, как горячие пирожки. Я пока думала-думала, все размеры уже поразбирали, поэтому осталось вот только Кирюхе эта футболка. Марку зато заказала вот такую вот, 122 футболки, как я сказала, Ростовка. Это уже магазин Modis, вот такая вот а-ля Хаки, да, но с динозаврами. Я вообще ее заказала тоже, либо под эти шорты, тоже хотела Кирюшки заказать, но я Марку ее заказала за 240 рублей. А когда надумала Кирюхе ее заказать, она уже стоила 450 рублей, как бы ценник подпрыгнул. В общем, я жду пока, вроде размеры там есть, но жду пока ценник спадет, чтобы, может, дешевле ее заказать Кирюшке. Тоже, в принципе, она вот так вот под шортики вот эти подходит. И я заказала бежевый костюм, и чтобы под штаны тоже можно было одевать, одевать, одевать вот эту вот футболочку бежевую, да. Вот так вот под штанишки тоже, по-моему, симпатично смотрится. Также вот это вот симпатично смотрится. Я Маркушку одену и сфоткаю вам. По-моему, вот так классно. Костюмы для мальчишек в бежевом цвете. История вообще такая. Я выбрала Марку бежевый костюм, как бы у Кирилла после Марка, да, еще вещи остаются. Думаю, закажу только Марку. Выбрала ему в бежевом цвете вот такие вот штаны. Здесь уже ростовка идет 128, ну так, хорошо с запасом. Кофта сама по себе идет такая вот широкая, да, оверсайз. Вот такой вот костюмчик, он без флиса, легенький такой. Одел и пошел вечером гулять. Потом муж говорит, закажи, как говорит, и может и Кирюхи. А там еще были зеленые, голубые и в сером еще цвете костюмы. Думаю, закажу серые Кирюшки. В итоге, пока я надумала, разобрали все размеры. Я расстроилась, думаю, закажу разные. Кирюшки серый цвет, а Марку бежевый, да. Марку уже шел костюм, серый разобрали. Муж говорит, ну возьми, говорит, Кириллу тоже бежевый, пусть в одинаковых будет. Я заказываю кофту. Не знаю, почему я заказала 116 размер. Хочу выбрать 116 штаны, их разобрали. Если вы видите, то штаны, они отличаются, они разные. Но в Глории Джинс я вот нахожу вот эти вот штаны. По цвету они прям подходят. Тоже заказываю 116. В итоге приходит этот костюм, и он на него огромный. Штаны вот эти, вот на Марков притык. Ну, как бы сейчас вот прям походить без запаса, да. Думаю, блин, да что ж такое. Я расстроилась, думаю, ну куда оставить. Думаю, ладно, оставлю, пусть потом будут носить. Но опять же, потом носить, и после Марка останется такой же костюм. И тут прям какое-то счастье. Появляется в наличии, видимо, тоже кто-то заказывал, знаете, и размеры не подошли. Потому что реально в Глории Джинс одежда большей мерит. И кто-то, видимо, возврат сделал. Появляется серый костюм, две позиции в 110-м размере. Я заказываю быстро Кирюхе серый костюм, 110-й. Ну, тоже будет с запасиком, но уже хоть поменьше, чем вот этот. А этот я костюм, в общем, сдам. Сдам. Серую вот эту, ой, бежевую вот эту кофту и серые штанишки. И качество, ну, это оно прям вообще похоже, и по цвету оно прям совпадает. В общем, сделаю возврат. Потому что, ну, куда его оставлять? В итоге у Кирюхи будет серый костюм, вот ждем. А у Марка остается вот этот бежевый. Как я говорила, да, по-моему, в магазине вот штаны тысяча с чем-то, кофта тысяча с чем-то. А на Валберис штанишки 480 и кофта 620, что ли, рублей. Окей, как-то вот так вот. Дальше Марку заказала костюм. Это, по-моему, да, это Модис был. Это уже костюмчик идет такой вот флисовый, теплый. Идет вот такая вот кофточка. Сзади на спине вот так вот. Урбан, да, или что тут написано. Такой прикольный, модный вот этот вот сейчас цвет. И штанишки тоже в 128 размере я заказывала в Ростовке. Вот так смотрится. Классный такой костюм. Костюм, думала, что-то еще похожее может Кирюхе заказать. Кирюха у нас, оказывается, шмоточник. Мама, ты мне не купила. Понимаете, ребенок тоже хочет одежду. Как бы ребенку вообще по барабану, что там, да, одежда, шорты, штаны. А у нас, Кирюха, я чувствую, будет шмоточник. Он прям, мама, тоже мне, что ты мне купила. Я говорю, пока тебе только, говорю, футболка там пришла. Кирюшке еще в садик тоже заказала футболочки, шортики. Жду еще, позже вам покажу. Маркушка, как я сказала, вытянулся. И ветровка у него есть серая. Одна прям на него огромная еще. У нас новая есть. Прям реально огромная. А думаю, закажу-ка я ему на осень какую-нибудь ветровочку. Попадается мне ветровка с Глорией джинс. По скидке за 900 рублей. Внутри флис, смотрите, какая на флисе теплая. Капюшон тоже на флисе. Черная. Она такая, знаете, вроде бы и тоненькая, и не промокайка, и в то же время теплая. Прям вообще хорошо. Как раз на осень, на весну, вот в самый раз ему будет. Обычная, вот такая вот черная, 900 рублей, я считаю, для куртки это нормально. Все, класс. Муж тоже заценил. Также Маркуш заказала джинсы, потому что джинс у нас вообще нет. Все реально вот уже на нем маленькое. Все на нем подстреленное. Вот такие вот джинсики, 800 рублей. Ну, я так примерно вам цены говорю, точно уже не помню. Глория джинс. Вообще классные. Там были на замке с молнией, и были вот просто на шнурках на резинке. Чтоб ребенка не мучить, я ему заказала просто вот на шнурках. Удобно было одевать, без всяких пуговиц. Материал вообще огонь. Плотненькие, вот на осень. Внутри они без флиса. Просто такой плотный джинс. Прям реально классные джинсы. За такую цену, я считаю, это огонь. Серенькие под куртку, прям вообще огонь смотрятся. Внизу взяла, чтобы без манжетов были, потому что вот здесь, допустим, есть манжетики. А джинс взяла без манжетов, чтобы можно и ботинок было, знаете, заправить. Вернее, ну, натянуть штанину на ботинок, либо кроссовок, чтобы более прикрыто было. Дошла еще одежда. Пришел костюм для Кирюшки. Я прям очень довольна. Цвет такой красивый, серый. И по размеру, я тоже думаю, будет отлично. С небольшим таким запасиком. Штанишки точно такие же, как у Марка. Только в сером цвете. Вообще классно. Так, еще к Кирюшке пришла вот такая вот футболочка. Тоже рублей 250 я заказывала. И шортики тоже рублей 300 где-то они стоили, недорого. Качество шортов примерно вот как костюм. Может чуть-чуть танковать ткань. Тоже, по-моему, очень даже симпатично смотрится. Там еще желтые были. Так, и себе единственное, что я заказала, вот такой вот топ. По качеству мне очень понравился такой рубчик. Небольшой, он как двойной идет. Разные цвета есть. Я заказала синий под свою юбку. Но, скорее всего, мне кажется, можно еще мне заказать в белом цвете. Такой тоже базовый. 600 или 650 стоил этот топ. Все, пока с одежды все. Буду мониторить, смотреть, может еще какие-то акции найду. В общем, вот такой вот у нас был шоппинг. Сегодня что-то ленивый день такой. Муж лежит, и мне ничего делать неохота. Но встала, убралась. Сантехнику помыла, то постиралась. Сейчас уже надо за Кирюшей идти. Шестой час. Вышла в магнит. Муж говорит, что-то хочу вкусное. Пошла, взяла на свое осмотрение вкусное. Собрала Кирюшку. Бедный запыхался, да? Жара? Пить хотел? Да. Уйти мой сладкий. Соскучился. Бежит. Меня обнял. Запрыгнул на меня. Жарко, да? Весь мокрый. Так, что купила? Пирог вот такой вот. У них какая-то новая упаковка. Это пластырь для спины. Папа, спина болит? Вот пластырь. Молоко мы взяли. Подожди, Кирилл. По 26 рублей была в активе в бутылочках. Курника и злаки. И еще здесь лен в злаке. Дальше взяла вот такие вот купаты. Пожарим. Дальше. Йогурт вот такой один взяла попробовать. Черики взяла. Может салатик сделаем. Там капусточка у нас есть. Еще йогурт. Можно было еще взять. Слушайте, по 26 рублей вообще отличная цена для такого йогурта. Очитывая, что он вкусный, в меру сладкий. Но срок годности 4 дня. Мы за 4 дня, я думаю, не выпьем. Лучше пойти потом еще купить. Так, купила яблоки. Разбежались там по пакету. Такие симпатичные. Тверденькие. Я такие люблю. Должны быть вкусные, я думаю. Что там еще? Доставай. Яблочки, да. Взяли вот такие молочные пряники. И вот такую вот булочку вкуснейшую, да. И творожок еще взяла. Все, будем сейчас готовить драники, да. Да. Так, у нас вечерняя прогулка. Взяли самокаты. Только это плохая идея. Они когда вдвоем начинают играть на перегонки, уезжают далеко. Опасненько. Сколько здесь цветов, пионы. Обалдеть. Сейчас вам поснимаю. Пришли сюда. Здесь тихо, спокойно. Скоро домой. Готовиться ко сну. Завтра Кирюшка в садик. Мы в обед на занятия с Марком. Да? Поэтому будем с вами прощаться и заканчивать это видео. Всем хорошего настроения. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok